Эта картина принадлежит кисти великого художника и мыслителя Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом. Считается, что рядом с Иисусом изображен Иоанн Креститель. Но куда он смотрит? Его взгляд направлен мимо лица Спасителя на плечо Девы Марии. Невероятно! На этой картине зашифровано изображение Сатаны в шлеме и мантии. Его лицо с маленькими змеиными глазами безобразно. Тарт Вейдер, властитель зла и тьмы и знаменитый киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» – его точная копия. Случайность? Полотна Леонардо да Винчи как бы имеют двойное дно. Только посвященный в тайну мастера может увидеть на них скрытые послания. Их смысл – предупредить будущее человечества. Миром правят люди-рептилии, дети-сатаны. 21 декабря 2012 года он воплотится на Земле в человеческом обличье. И это будет последний день в истории нашей цивилизации. Свои послания он часто оставлял и на полотнах картин. Система специальных знаков помогала их увидеть. Интересно, что на этой картине земное обличье падшего ангела Самаэля – сатаны. При помощи зеркала можно увидеть и в другом месте. Таким образом, можно прочесть послание. Сатана имеет сущность змеиную, а людям он предстает в образе черного князя. Рука Анны, указывающая вверх дополнение, рвется на небеса. Если внимательно исследовать практически любую картину да Винчи, можно найти на ней образ черного сатаны. На картине «Креститель» он предстает в виде змеи, сверкающей глазами из темного угла. Картина «Мадонна в гроте» известна в нескольких копиях. Древний оригинал хранится в Италии, а эта копия – в Лондонском музее искусств. Видно, что кто-то специально хотел скрыть от людей послание Леонардо. Под предлогом реставрации «Картина в неудобных местах» была переписана. Что же так испугало цензоров английского двора? Эти послания можно найти на итальянской копии. Возможно, это образ змея, обвивающего Марию вокруг талии и прячущего свою голову у нее под плащом. В чьи зеркало на картине «Мария в гроте» можно увидеть на шее святой необычное ожерелье в виде треугольника с глазом мудрости на вершине и строительный отвес. Это символ иллюминатов. По некоторым данным, Леонардо был одним из посвященных в сакральные тайны этого древнего тайного ордена. Для иллюминатов человеческая цивилизация – это кукольный театр. От самого человека ничего не зависит. Иллюминаты – реальные тайные правители мира. В протяжении всей истории человечества тайные правители мира находились в тени. Серые кардиналы. При помощи специально созданной ими сети сверхсекретных и могущественных организаций они воплощают в жизнь свой дьявольский план. Их цель – вызволить из преисподней свергнутого Богом с небес падшего ангела. Теницы. Человек имеет доступ к специальным энергетическим точкам на планете. Их называют пупами Земли. Как правило, это останки упавших с небес гигантских метеоритов. Считается, что под этими камнями находится вход в преисподнюю. Но открыть его могут только истинные хозяева Земли – люди. Это северные территории государства Израиль. Город Сфат – священное место для последователей древнего иудейского религиозного движения Кабалы. Большинство книг, которые они исповедуют, не признаются традиционными евреями. В них содержатся мистические обряды и ритуалы, при помощи которых можно вызвать дух человека или наслать голод и чуму на целое государство. Есть и еще одно отличие Кабалы ото всех других ветхозаветных книг. История грехопадения человека. Согласно тексту книги кабалистов Зоар, люди были бессмертны, подобно Всевышнему Богу, своему создателю. Это мешало сатане осуществить свой план. И он решил обмануть человека и Бога. В оригинальном тексте на древнееврейском языке в описании грехопадения для обозначения змеи используется слово «нахаж». Интересно, что как глагол оно переводится «обмануть» или «подкинуть ребенка». В результате грехопадения сама сущность человека стала греховной и смертной. Он был изгнан из рая и оказался во власти сатаны. Деньги, богатство, социальное неравенство – все это было им придумано, чтобы управлять человеком. Соблазн – его главное оружие. Гордыня, зависть, жадность – все эти грехи заставляют человека думать и делать только то, что нужно самому дьяволу. Сатана преподнес людям грех, как знание. Первое знание, данное им женщине – секреты изготовления косметики. Мужчину прежде всего он обучил военному ремеслу. Согласно каббалистической книге Зоар, потомки Каина-Каиниты, в чьих венах текла змеиная кровь сатаны, стали кураторами людей на земле. Тем самым тайным правительством, которое сегодня фактически безраздельно управляет каждым из людей. Цель иллюминатов – появление расы умственно отсталой. Зубная паста с добавлением отходов алюминиевого производства. В каждом тюбике смертельная доза токсинов. Почему об этом все молчат? Фторид натрия затормаживает работу шишковидной железы. Так из-за внешнего сходства часто называют эпифис. Как результат воздействия на него фторидом – развитие умственной отсталости, то есть тупость и общая деградация. Человек с возрастом превращается во флегматичное животное. Про таких часто говорят овощ. Мелатонин – гормон молодости. Он отвечает за половое созревание. В свою очередь, он вырабатывается шишковидной железой из серотонина – вещества, связанного с высшемыслительной функцией человека, к примеру, ясновидением или молитвенным состоянием блаженства. Ежегодно в США фтор является причиной более 10 тысяч раковых смертей. Также это вещество может вызывать синдром иммунодефицита, то есть спит. Чувство эйфории и удовлетворения. Эти эмоции стоят на втором по значимости месте в жизни человека. За их появление также отвечает гипоталамус. В момент, когда люди испытывают удовольствие, внутри организма срабатывает система поощрения. В результате вырабатывается дофамин. Чем больше его поступает в кровь, тем больше организм требует от нас дополнительной стимуляции. Но именно эта особенность нашего мозга стала прекрасной возможностью для манипуляций с нашим сознанием. В какой-то момент люди становятся физически зависимыми от этого гормона. Человек не может жить без еды. Но все покупают продукты в магазинах. Здесь людей подстерегает еще одна ловушка. Усилители вкуса. Они стали настоящей находкой для пищевой промышленности в 20 веке. Один из самых распространенных глютамат натрия. Он стимулирует вкусовые рецепторы и может сделать практически любую еду невероятно вкусной. Естественно, что подобное удовольствие вызывает выработку дофамина. Они не умеют сопереживать и никаких эмоциональных последствий. Это и отличает их от остального человечества. То, на что они готовы пойти. У них нет границ. Их не остановить. Сознал, что нашим миром завладели рептилоиды. Они хотят, чтобы было мировое правительство, которое диктовало бы все условия мировой политики во всех странах, куда они уже проникли. Мировое правительство обречено. Практически все президенты США, высокопоставленные чиновники, министры, главы крупнейших международных банков являются иллюминатами. Доказательства? Даже на телевидении рептилоиды используют специальную систему символов для общения друг с другом. Тайную символику иллюминатов можно встретить везде. В центре Москвы или Лондона. На фасадах домов и вывесках различных компаний. В газетах, в фильмах и на однодолларовой купюре. Сегодня в их руках сосредоточено вооружение, которое может позволить им уничтожить весь мир в считанные минуты. Используя марионеточных политиков, они навязывают свою волю целым государством. А при помощи религии и карманных средств массовой информации манипулируют общественным мнением. На протяжении веков семьи иллюминатов сосредотачивали в своих руках богатство. Контроль за месторождениями нефти, газа и драгоценных металлов. Им принадлежит 80% мировой финансовой системы. Крупнейшие концерны в машиностроении, фармацевтике и химической промышленности. Но деньги для них не самоцель. Созданная ими банковская система кредитования превратила миллиарды людей по всему миру в своих рабов. Достигнуть мирового господства, по мнению генерала запаса Леонида Ивашова, иллюминатам уже удалось. Следующим их шагом станет сокращение численности популяции людей. 500 миллионов человек, обслуживающих конвейеры на заводах и подметающих улицы, по их мнению, оптимальная цифра. Тена будущего человечества. Если их не остановить, люди навсегда окажутся в роли прислуги у господ рептилоидов.